Такого холодного и дождливого лета, как в этом году, не было давно. И прогнозы синоптиков на ближайшую перспективу. Для тех, кто ждет пляжного отдыха, не самые радужные. Солнце в июле из-за туч выходить будет, но ненадолго. Погоду обещают переменчивую. Приморцам не стоит ждать череды солнечных дней. Нужно пользоваться редкими шансами ехать к морю, как только облака рассеиваются. К слову, ближайший солнечный день завтра. Радует и то, что так холодно, как в начале июля, больше не будет. Температура в течение следующей недели установится в районе 20 градусов. Подробнее о приморской погоде расскажет пресс-секретарь Прим-Гидромета Виктор Чулков. Действительно, сейчас погодные условия в Приморском крае неустойчивые. Ясные дни солнечные сменяются с такими пасмурными дождливыми. Вот эта неделя эту тенденцию, скажем так, повторяет. Атмосферные фронты проходили через край, вот буквально во вторник прошли. Дожди разные интенсивности. Вчерашний день среда в Владивостоке наконец-то был солнечным и теплым. А сегодня через Приморье вновь проходят атмосферные фронты. В крае идут дожди, достаточно интенсивные местами. Сегодня был достаточно сильный дождь, но короткие в Владивостоке. Город опять в тумане. И, скажем так, не тепло в районе 16-18 градусов сегодня температура воздуха. Завтра погода вновь изменится, в том числе и в Владивостоке. Утро еще будет, скажем так, пасмурным и туманным. Но затем туман должен рассеяться, вновь появится солнце. И завтрашний день в краевой столице должен быть достаточно жарким в районе 25-27 градусов тепла. В субботу затем опять погода изменится. В худшую сторону опять будут проходить атмосферные фронты. И опять будут дожди в крае практически на всей территории, в том числе и в Владивостоке. И, соответственно, температурный фон опять понизится. А воскресный день вновь обещает быть более теплым и более солнечным. Пока какого-то продолжительного периода солнечных дней в Владивостоке ожидать не стоит. Характер погоды также будет неустойчивым. Но уже такой холодной погоды, как в начале июля, такой погоды уже не будет.